Приветствую друзья! В одном из недавних видео мы говорили о Принце Ойгане, Шермане и Т-34. И я показывал вот этого броневичка. Его сегодня залпом попробуем собрать и покрасить. Форд Тирнас в 1.35 от ICM. Таких в реальности было построено, точнее переделано из штатных фордов, около 10 пепелатцев. И они в том числе участвовали в Первой мировой и на Восточном фронте. По цене примерно как ICM-овский лайх-трактор, который я не так давно собирал у себя на канальчике. Но за счет того, что коробочка была помята, продавец мне сделал хорошую скидочку, за что ему огромное спасибо. Обозначение РНАС определяет модель к Royal Navy Air Service. Давайте бегло глянем содержимое коробочки. Деталей здесь совсем немного, а значит сборка обещает быть недолгой. Стеклышки здесь нам пригодятся только остекления фар. На них имеется рифление. Далее литник с деталями к 7.7 пулемету Vickers. Есть два варианта исполнения станины пулемета для позиции сидя и лежа. Есть неплохая пулеметная лента. Есть два варианта кожуха пулемета с гладким кожухом и с рифленым, как было на максиме. На самих стволах имеется некритичное смещение пресс-форм. А вот чего нету, это цепочки к колпачку от горловины залива жидкости в кожух пулемета. Была бы маленькая плата фототравления, было бы замечательно. Ну и два основных литника с деталями самого броневика. Их немного. На вскидку могу сказать деталей до 150 наберется. На первый взгляд здесь все неплохо. Детали корпуса и их длина около 10 сантиметров. То есть тачанка меньше полуторки в длину. Надо бы сравнить эти две модели в конце сборки. И второй литничок. Имеется двигатель, немного интерьера кабины и прочее. Декаль на один вариант и один вариант окраски соответственно. Пойдем клеить. Предлагаются инструкции идти по классике. С движка рамы радиатора. Так я и поступлю. Сборка началась конечно же с того, что мне пришлось убирать стыки на элементах ходовой части. Замечательно. Справился с этой задачей. Теперь можно будет вклеить радиатор на свое место. Соединив радиатор с рамой и днищем броневика, приступаю к сборке двигателя. Довольно симпатичный. Приятно собирается. Движок установил. Довольно странно, но он держится на одной точке крепления на основании радиатора. В реальности было несколько точек крепления как минимум. Тем временем собрал выхлопную трубу и просверлил в ней отверстие. Без этого не обходится ни одна серия по сборке пластиковых моделей. А также у меня готов кардан и задний мост. Установил все это дело к днищу. Для того, чтобы задний мост ровно приклеился, накинул колесики. Так легче центровать детали. В салон установил педальки. Да, тут имеется немного деталей интерьера. Также установил кормовой бронелист. На его боках имеется замыленная клепка. Пришлось ее срезать. И возможно потом я восстановлю ее по новой. Далее должен быть час бортов. Но там имеются видимые следы толкателей. Придется их подшпатлевать. На том же кормовом листе я это сделал ранее. Приклеил один из бортов. Стыковка на очень хорошем уровне. Дефекты изнутри зашпатлевал и зашлифовал. Шпатлевку применяю Томиевскую. Наносил зубочисткой. После ее высыхания аккуратно зашлифовал шкурочкой. Также пофиксил и второй борт. Но и вы не могли не заметить, что я уже вклеил руль. Теперь можно закрыть второй борт. И навесить бронеплит по периметру. Напоследок сборки броневика решил восстановить ранее срезанную замыленную клепочку. Для этого я применю фрагмент тянутого литника. Такой трюк я уже делал на бумажной модели Т-50. Когда-то давным-давно. Отрезаю лезвием кусочек литника. Главное не чихнуть. Хотя заклепок из такого кусочка нарезать можно много. Затем мазнув жидкого клея на поверхность, я подготовил почву для высадки заклепок. Пинцетом ставлю ее на место. После можно заменить неудавшиеся заклепки и подшлифовать их по одному уровню. Неплохая альтернатива покупным заклепышам. Также из доработок добавил проволочку на днище. И у нас имеется станковый пулемет Виккерс. Собрал сам пулемет, треногу, пулеметная лента, щиток, ящики с патронами и бачок охлаждайки. Это надо будет соединить все вместе. Итоговый вид на пулемет. Из доработок добавил лямки на коробе с патронами. Сымитировал цепочку на крышке от кожуха для заливания охлаждайки. Ну и сделав шланг к самому бачку охлаждающей жидкости. Теперь можно красить модель. Отдельно пулемет, отдельно колеса, отдельно корпус самой модели. Покраску начал с того, что обезжирил модель. Загрунтовал и покрыл серым цветом. Не настолько темным, как на коробке, на тон светлее. Также задул пулемет и все остальные детали. Для замешивания серого цвета применил цвет US Grey и немного черного. Далее еще предстоит сделать пятна камуфляжа из коричневого цвета. Коричневый намешивал также из двух оттенков. Ну и вот вид модели после камуфлирования. Из оливки глянцевым лаком. Модель блестит и это хорошо. Поскольку самое время клеить декали и наносить смывочку. Также у нас имеется отдельно деревянный настил, который надо покрасить. Необходимо поработать над днищем моделей. Декали. Выбор невелик. Два номера на выбор и кокарда. Применять для лучшей приклейки декалей буду жидкости для декалей. Вот в Альехо. Сперва наношу декал фикс. Он подготовит поверхность. Потом макаю декальки в водичку на 30 секунд. Когда наклеечка свободно слезает с подложки без усилий, значит пора ее перевозить на модель. У меня первая жидкость почти высохла, пока я возился с декалью и она практически сразу прилипла. Поэтому пришлось водичкой отмачивать и фиксировать декаль уже как полагается. После ватной палочки выдавливаю влагу из-под декальки. В конце второй жидкостью для прочной фиксации или так называемой приварки промазываю декали. Процесс нанесения смывки это то, что здорово выделяет рельеф модельки. После высыхания смывки ее излишки стоит вытереть опять же ватной палочкой. Спустя около недели работы по несколько часов каждый день имеем готовый результат. Сперва пулемет Викерс. Я приклеил водяное охлаждение, хотя на некоторых фотках в броневике он стоит без него. Неплохо смотрится пулеметная лента. Пулемет кстати можно купить отдельным набором и использовать скажем для какой-то диорамки по теме Первой мировой и не только. Ну и наш тарантас. Немного хрупковатое изделие. Но как ни странно ничего серьезного во время сборки и покраски не сломалось. Для создания хоть небольшого антуража Первой мировой, немного намазюкал грязи и пыли. Неплохо смотрится дощатый настил в кузове. Прикольный спасательный круг на крыше, то есть запаска конечно же. И декали спереди делают свое дело. Поставлю станковый пулемет внутрь, где ему и место. Какие плюсы модели? Хорошая стыкуемость и собираемость. На высоком уровне можно даже сказать. Добротная детализация. И в целом невысокая сложность сборки моделей. Какие минусы? Ну в кабине имеется несколько деталей интерьера, которые сюда перекочевали из моделей обычного Форда Т. А вот другие детали интерьера, которые характерны именно этому броневику, производитель не заморочился и не сделал. Например, нету сидения. В целом можно было заморочиться и изготовить этих несколько деталей, чтобы сказать, что имеется полноценный интерьер. С другой стороны, интерьер в моделях это дело вкусовщин. Но лучше, когда есть вариант делать его или нет. И второй недостаток, который я обнаружил для себя, это имеются на двери наплывы пластика. Они небольшие и их не очень видно, но они там есть. В целом это тоже поправимо. Также неплохо было бы, если бы модель комплектовалась маленькой платой фотоотравления. Хотя подозреваю, цена набора тогда стала бы более дорогой. А так имеем простую хорошую модель среднего сегмента или даже ниже среднего ценового сегмента. Да, и давайте сравним с моделью полуторки, как я и говорил в самом начале. Ну, все-таки газон это грузовик, а Форд легковушка. Если точнее, бронеавтомобиль. Поэтому соотношение размеров такое, как есть. Но между этими машинами очень много общего. Поскольку от Форд до Т, по сути, полуторка и зародилась в конечном итоге. Вот такие дела. Кстати, серию по газику тоже посмотрите, кто не видел. Спасибо за просмотр, удачи, пока. Продолжение следует...